объект 703 вариант 2 феникс именно про него пойдет речь в этом видео а с вами я варчик я приветствую вас на своем канале я купил данный аппарат по предзаказу потратил свои денежки вышел патч 1.24 я на нем немного покатался стримом без стрима и сейчас расскажу вам свои впечатления свое мнение кто смотрел стрим коротенький на этом танке тот наверное уже догадывается что ничего хорошего прям хвальбы этого танка вы не услышите во первых что касаемо самого предзаказа это прям какой-то код в мешке до некоторым стримером дали немножко заранее покататься но далеко не всем и прям какого-то четкого впечатления про танк особо у меня не было были некоторые догадки что он не очень я думаю многие догадывались и очень много людей когда получили уже данный танк в патч 1.24 немножечко разочаровались и испортили себе настроение а все почему а все потому что предзаказы это код в мешке в любом случае даже если вы посмотрите как кто-то катает все равно это не вы катаете вы можете играть на другом сервере в другое время с другим настроением с другим скиллом на другом компьютере с другим интернетом и вас может быть вообще абсолютно все не так вы можете поставить не то оборудование не те перки и так далее вообще идеальный вариант был бы перед покупкой танка на каком-нибудь хотя бы полигончики выкатиться немножко на танчики поездить хотя бы в мишеньки какие-то пострелять чтоб хотя бы ну визуально танк ощутить хоть что-то там в нем посмотреть что-то понять но у нас в игре обычная покупка танка это тоже не стопроцентный вариант а здесь еще и предзаказ ну вот допустим мы пред заказали точек или может быть уже в патче 1.24 прям купили без предзаказа и получили что же мы получили давайте сравним этот танчик с обычным объектом 703 вариант 2 без феникса у нас лучше подготовка к залпу две с половиной секунды в то время как у обычного объекта 703 вариант 2 три секунды но там альфа 390 а у нас альфа 300 пробитие у нас на фениксе 225 под калибром а там 221 специальным снарядом у феникса пробитие 265 кумулятивом у обычного объекта 270 то есть получается что у нас специальный снаряд пробивает на 5 меньше а стандартный снаряд пробивает на 4 больше в принципе плюс минус пойдет но насколько же душно под калибр пробивает и насколько же криво снаряд летит вот такой вот калибр какой-то непонятный 100 миллиметров распределение снаряда внутри прицела мне вообще не нравится он реально коряво летит до точностью на стандартная 04 а у обычного объекта 044 казалось бы точность у нас намного лучше но в целом когда садишься за баранку этого пылесоса ощущение в точности отпадает с хорошим экипажем с доппайком если еще и улучшенный прицел поставить мы разгоним точность до 0.33 у танка еще и хорошая стабилизация только вот беда в том что мы мучаемся ради альфы 300 а там 390 и залп мы подготавливаем две с половиной секунды чтобы выплюнуть два снаряда по 300 а там три секунды чтобы два снаряда по 390 и там если вмажешь два по 400 то это прям танку вражескому будет плохо если все пробьет а у нас просто две царапинки по 300 это если альфа пройдет а вы знаете что если написано 300 то это еще ни о чем не говорит вот у меня на стриме спокойно три раза подряд вылетала альфа 250 и никакими 300 тут не пахнет чтоб набить за бой 3000 урона нам нужно 10 раз пробить врагов и это если альфа будет проходить а у нас еще и орудие опускается вниз на 5 градусов всего лишь и когда у нас пушка опускается на 5 градусов с альфой 390 но я хотя бы понимаю ради чего я мучаюсь но когда она опускается ради альфы 300 хочется выдернуть эту пушку и просто выкинуть но наверное у нас где-то другие у нас положительные стороны есть ну конечно да у нас удельная мощность не 12 как у обычного у феникса 14 удельная мощность максимальная скорость такая же танк поворачивается точно также до динамика у нас конечно получше но максимальной скорости не хватает вообще она у нас 38 даже если мы ставим какую-нибудь турбину то какой-нибудь бизонта просто разгоняется и уходит в точку вдаль мы его просто даже не видим поскольку мы уперлись в нашу максималку и все у нас еще и обзор 350 обзор вообще настолько нищий и мы из-за этого обзора очень часто мало приносим серебра поскольку часто стреляем по чужому за свету делимся с кем-то серебром опытом и сами редко подсвечиваем поскольку мы просто ничего не видим у нас вообще обзор ужасный так еще из-за плохой точности приходится ставить улучшенный прицел у нас еще и проблемы с критуемостью танчик часто горит часто ломается боеукладка желательно поставить не просто закалку а экспериментальную закалку чтобы улучшить хп внутренних модулей проблемы с точностью нужно поставить прицел так еще и проблемы с максимальной скоростью хочется еще и турбину поставить до стабилизация хорошая она нам позволяет играть без стабилизатора и сведения в принципе тоже будет достаточно но вот распределение снаряда внутри прицела плюс альфа 300 плюс подкалибры дают нам настолько неприятную стрельбу что мне честно говоря не комфортно и неприятно стрелять так еще и орудие плохо опускается до броня у танка есть но вот нлд пробивают он семерки бэбэшками как вы видите бой на фоне лоб башни тоже танки пробивают умудряются там выцеливать нижнюю часть башни каем очки там счетчики и возле пушечки меня даже bz-176 пробил в лючок фугасом на пол хп так еще и арта на 500 сверху туда же на башню положила снаряд и нормально вот я две тычки принял и у меня уже около 0 хп до лючки малюсенькие но если выбор захочет то и в них могут попасть а хп у нас 1400 у обычного объекта 703 вариант 2 у нас хп 1500 а почему-то у феникса 1400 а где у него плюсы вместо этих 100 хп броня такая же орудие как по мне хуже поскольку за короткий промежуток времени выдавая альфу или залп мы наносим меньше урона чем на обычном объект 703 вариант 2 а в нынешних быстрых боях за одну ситуацию хочется выдавать больше урона поскольку бои короткие ситуации в которых мы можем поучаствовать что-то пострелять их за бой может быть мало поэтому сейчас наиболее актуальные танки с короткими быстрыми барабанами которые могут быстро выдать какую-то там альфу или барабан и так далее за короткий промежуток времени нанести много урона а вот это ездить по 300 там царапинками стрелять это вообще не тот геймплей который в нынешнем рандоме хочется видеть так еще и после патча 1.24 который у нас там называется путь воина откуда-то набежало много самураев каких-то и рандом честно говоря даже на новый год меньше был похож на цирк чем сейчас в таких боях сложных душных и непредсказуемых на таком танке тем более тяжело реализоваться вот я там полазил по серверам поклацал посмотрел нашел себе там какой-то сервер на котором никогда в жизни вообще не играю и меня вот закинул против шестерок без арты я получил мастера спокойненько аккуратненько расстреливал врагов и в конце дал зал где весь прицел малюсенький находится на халкете стрелял голдой и один снаряд не пробил потому что он улетел за прицел в пушку трупика потому что киберспорт что мы в итоге получаем танк с неактуальным геймплеем для рандома который из-за обзора слабо фармит причем обратите внимание за бой сколько снарядов улетает мимо а за каждый снаряд приходится платить серебром что тоже нам фарма не добавляет многие заметили что танк слабо фармит ну и я думаю что этот танк не особо про фарм да он конечно уходит в плюс что-то там потихоньку приносит но по факту это далеко не лучший фармер серебра это первый минус который не добавляет нам желание играть на этом фениксе второй минус не актуальный вот этот вот самый геймплей из-за пушки ну и третье это различные неудобства которые нам танк доставляет мало у венов большая криту и масть плюс еще нужно уметь играть с этими двумя пушками залп давать кнопочку там на мышечке настроить для меня это конечно не сложно но мало ли там танкисты что в плане оборудования здесь нужна закалка желательно экспериментальная во первых у нас мало хп во вторых модули жестко критуются во вторых нам нужен прицел потому что точность ужасная ну и в третьих желательно поставить турбину чтобы танк ехал и даже с турбиной некоторые тяжи нас будут обгонять понятное дело те у которых большая максималка альфу мы никак не увеличим у вены тоже все косяки этого танка оборудованием не исправишь можно ли на нем играть до является ли он им бой нет стоит ли его покупать скорее всего только если вы фанат является ли этот танк по балансу ужасным и плохим я считаю что он сбалансированный где-то там посерединке либо чуть ниже серединке очень жестко он по балансу натянут боятся разработчики что фанаты рандом будут разрывать видимо сильным этот танк я назвать не могу прям полностью ужасным и плохим тоже он скорее лично для меня раздражительный и неприятный если на обычной двустволки я понимаю почему я мучаюсь сам с уэнами там скритами потому что у меня есть стабилизация на орудие у которого есть альфа а здесь непонятно ну и хочется играть на прям танках который приносит много серебра вот допустим т-34 забоны взял после апа и геймплей простейший серебра приносит очень много играть на нем очень легко просто если есть скилл аккуратненько выдаешь альфу играешь от башенки особо не напрягаешься танчик простейший так он еще из-за боны которые можно в игре нафармить лично я считаю что я зря потратил деньги лично для себя купив этот танк но для канала я людям показал что это за танк высказал свое мнение поэтому вот для зрителей потратил бабки принципе все я считаю что этот танчик нужно апнуть кстати в бою на фоне оборудование у меня стояла турбина у м.п. прицел в принципе можно место у м.п. поставить экспериментальную закалку либо хотя бы за инструкцию поставить пожаротушение поскольку выгорать еще на пол хп стычки на этом танке ну вообще не хочется с вами был арчи карате красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи пока